Ребята, теперь давайте я покажу, как можно формулой Эйлера пользоваться для доказательства непланарности, ну, например, графа К5. Разумеется, фактически я уже доказал эту самую непланарность, но ради упражнения, давайте посмотрим, сколько у него вершин? Пять. Пять. Сколько рёбер? Что сочетание из пяти подлых? Что сочетание из пяти подлых. Так, ну, грани, давайте посмотрим, это 10, грани получается 7. Хорошо. У нас, если граф на пяти вершин, то есть, смотрите, из точки выходят два ребра, да, как у них грани вообще устроены? Треугольники, правда? Ну, иначе никак. Все грани у него обязательно должны быть треугольники, если это К5, то есть, каждая решительница, и нас каждый. Замечательно. Значит, количество рёбер, это у нас, если грани 7, у каждой грани 3 ребра. 7 умножить на 3 в половину. У него, у несчастного получается 10,5 грани. 10,5. Ну, ребята, так не бывает. Так, все понимают, почему делить на 2? Да. Потому что, когда вы смотрите на грань, вот вы её обходите, вы посчитали ребра. Здесь обходите, посчитали ребра, это ребро посчитано два раза. Но если у вас грань ещё такая, то ещё каждое ребро должно быть посчитано два раза. Поэтому, каждое ребро должно быть посчитано два раза, поэтому нужно обязательно делить в половину. В общем, всё, претворечие получено. Теперь давайте таким же способом получим, почему вот такой график планарь. Ну, у него 6 вершин, у него каждой из одной доли из трёх, среди нас каждой на другой, чем 9 ребер. Плюс грани должно равняться 2. Значит, количество грани 5 штук. Здесь уже не треугольники грани. Здесь, по крайней мере, четырёхугольники, да? Значит, количество ребер получается так, не меньше, чем 4 умножить на грани. У каждой грани, как минимум, 4 ребра. Это 20. Получается, что ребер не меньше, чем 10. А вы помните, их трижды в трижды. Вот опять получили противоречие. Таким образом, при помощи формулы Эйлера тоже получается доказывать рекламенность. Ребята, я повторяю, что это вовсе не главное. Это просто, чтобы привыкнуть к формулу Эйлера.